я всех приветствую дорогие слушатели с вами я макс и это еженедельный выпуск подкаста макс каст как я его назвал ну что же давайте начнем я обещаю я под стараться выпускать его каждую неделю я попытаюсь сдерживать свои обещания по крайней мере вот сижу записывают подкаст в принципе мне кажется хотя кстати я очень середине недели записать потому что неделя была очень бурная такая и есть о чем поговорить поэтому давайте начнем давайте начнем с того что наверное поговорим о софтверной части это то что к сожалению к сожалению apple прекратила подписывать айос 841 и откатиться больше нельзя то есть что это значит если у вас iphone 4s на s9 и вы хотите допустим как пример просто потому что это самое наверное многострадальное устройство на s9 и захотите откатиться на 841 хотя не важно какое у вас устройство опять же говорю как пример у вас это уже сделать не получится то есть apple перестала подписывать эту прошивку и конечно же это очень плохо я считаю что ну тут знаете как скажу так знаете как было последние годы айос когда вышла седьмая версия я уже не помню когда выходила 6 сколько пятерку подписывали уж давно это слишком было так что извините ребят не помню а вот когда вышел айос 7 шестерку подписывали ровно 24 часа потом ее перестали подписывать 6 1 ты потом далее когда вышла айос 8 семерку подписывали ровно две недели то есть что конечно тоже круто на мой взгляд две недели в принципе подписывали и могли можно было откатиться на айос 7 далее что у нас было сейчас у нас где-то примерно тоже две недели я к сожалению точно не помню когда там была запущена девятка 16 то есть примерно примерно тоже где-то две недели у нас держалась айос 84 1 можно было откатиться сейчас откат к сожалению недоступен так что я не знаю я хочу отметить что опять же что я не обновлялся но еще кое-что хотелось бы сказать я не знаю как у вас ребята пишите в комментариях но вот у меня в последние дни просто я не знаю что это происходит но у меня ipad просто стал глючить и из ряда вон просто я даже не знаю как это объяснить это надо было может быть даже хотел снять длинный видеоролик потому что как он у меня вчера вечером тупил это надо было видеть это даже айос 9 рядом не стояла то есть я сидел просто не понимал что происходит то есть ну рассказать я к сожалению не могу ну реально вот точнее могу конечно но думаю что большинство людей просто не поймет что с ним происходило но в общем с ним такое творилось что это просто жесть какая-то была и знаете я прям не знаю как-то расстроился сидел как-то не понимал что происходит и поэтому и знаете кстати у меня на ipad появилась цифра 1 в настройках хотя обновление не загрузилось но появилась цифра 1 настройках тип мне он писал что доступна новая с 9 это к сожалению меня вообще бесит такие цифры да когда на настройках надо иконкой почему над иконкой ну ладно вы поняли где это единица сбоку тогда единицы на настройках меня то допустим это бесит я не знаю как вас пишите в комментариях меня это бесит поэтому еще одна мотивация появилась обновиться но обновлять айпэд который даже на восьмерке глючит у меня почему-то я не могу понять раньше такого не было что мне вчера вытворял ну давайте вкратце пытаюсь объяснить потому что кто-то скажет что вот ты говоришь говоришь а что там у тебя было там примерно знаете как было значит во первых глюк у меня какой на восьмерке еще творится я пытаюсь допустим в контакт зайти или в сап или там не знаю еще какой-то сайт ввожу пароль и логин через сафари он меня просто не входит а выкидывает как он сказать вот допустим смотрите на примере вконтакта когда вы хотите зайти во вконтакт вам нужно вести логин и пароль кого вводите вы нажимаете войти и у вас входит на вашу страничку лично у меня же я все это ввожу нажимаю войти и у меня как вам сказать обновляется страничка но меня не пускать на сайт меня просто то же самое окно изначально то есть логин и пароль причем так на всех сайтах это у меня что на айфоне что на ipad это такой глюк сафари я сначала думал может у меня что-то с интернетом но потом я решил знаете так чисто мимолетно подумал в голове а давайте-ка я поставлю себе google chrome чисто ради интереса значит поставил там такой проблемы нет и я более того скажу что у меня кстати сафари даже сайт apple как-то стал очень кастрирован так загружать я не знаю что с ним происходит там в общем знаете решил для себя потихонечку я так перехожу на google chrome видимо вообще сафари браузер был для меня номер один но я не знаю что с ним сейчас происходит вот я вам рассказал в чем смысл бага я не знаю что делать с ним но пока что я просто на это забил и ушел к хрому меня в принципе устраивает и плюс у меня синхронизация закладок и такая же работает между айфоном и айпэдом потому что учетная запись у меня подключена google skype то есть в принципе все удобно но не знаю мне как-то сафари просто я привык сафари уже все таки давно пользуюсь им считай как основным браузером давно уже раньше выбора то особо не было вы знаете сейчас в принципе даже вот помню многие вот не знаю микрофон задел извиняюсь помню многие когда еще была 6 5 версия так жалуюсь вот в в аэс нельзя открывать в стороннем браузере в восьмой по моему версии тоже уже появилась и в седьмой нет по моему восьмой поправьте меня и возможно сейчас уже конечно все ссылки открывать и в нестандартном браузере сафари а в хроме действительно есть так когда открываете меню шейнга есть там кнопочка открыть сафари и есть кнопочка открыть в хроме в принципе сами понимаете куда ее сдвижется но не суть далее чем меня ipad глючу значит знаете пытаюсь сохранить из хрома картинку значит он мне пишет сначала писал что я ему разрешил доступ к фотогалерее он меня запросил разрешил и начал знаете что писать пишет якобы нету доступа хотя его разрешила на пошел на стройке в конди в кондифит господи какое слово вот трудная конфиденциальность да по-моему или приватность конфиденциальность до вас 7 этот пункт назывался приватность и вайс 6 он тоже по-моему приватность назывался и по-другому как-то я уж не помню реально он впервые этот пункт появился именно вайс 6 если я не ошибаюсь он был уже по-моему там далее что значит потом я перезагрузил chrome вы просто выкинул из памяти ну меня все отлично стало вам он начал сохранять картинки в урезанном таком разрешении то есть как-то они обрезаны стали быть как-то это мне стало вообще ну не очень а просто тогда как раз вбил обои хотел какие-то обойки скачать на ipad прикольные и значит и вот вот такая началась фигня обойки были высокого разрешения там 2к 3к 4к вот примерно такие я всегда качаю потому что чтобы был запас разрешения чтобы допустим установить перспективу то есть параллакс был хороший то есть я всегда качал обои обычно высокое разрешение для ipad пока я имею ну в общем-то фото начало потом выключить то есть я открываю фотогалерею она у меня пустая то есть вообще нет фотографии написано только слово загрузка и загружаться загружаться ничего не происходит я его перезагружал то есть само приложение еще не изменилось потом я выкинул все из мультитаскинга то есть очистил перезагрузил включился ipad разблокировал его он мне под паролем и значит все программы которые я выгружал все обратно стали все на том же месте более того с фото потом фото когда я начал опять сохранять обои крашиваюсь очень сильно то есть я не знаю это надо было видеть конечно еще один интересный баг с фото то сейчас уже все прошло вроде как вот вчера у него были какие-то вот такие нервные не знаю конгульсии у этого этих приложений которые надеюсь вы поняли суть но теперь смотрите какой прикол вот допустим я захожу сейчас на своем четвертом айпаде вот он меня рядом в настройки обновление пло и во время когда у меня он проверка наличие обновлений идет он у меня просто зависает то есть зависать саму не самый пэта сама программа сейчас вроде как тоже стал не зависает пока что боится наверное не знаю что ли не зависает хотя я просто пока говорю но значит смотрите когда вот идет проверка наличие обновления надпись он у меня просто зависал зависала сама программа настройки то есть он про и когда о завис отлично вот завис я наверное знаете возможно даже запилю видосик кратенький если хотите есть кому-то будет интересно покажу это чтоб вот вы не говорили что я на 5s кстати у меня никаких флагов по-прежнему нет у него все там на 841 отлично происходит 4 он завис короче то есть программа настройки просто сама зависла и он отрицает только тогда когда появляется 902 обновления то есть он нашел это обновление но и без проблем могу выгрузить настройки тогда все ок то есть зависает сама программа настроек что это как это я вообще без понятия не знаю это как-то конечно не в духе по вообще это прям какой-то кошмар ну ладно это были вот такие знаете я кстати хочу даже может быть начать снимать я не знаю у меня последний очень стала глючить на айкоде айс 841 и на то ли это звоночек чтобы я обновился больше дня нет никаких идей почему это происходит но серьезно ну и пишите в комментариях из-за чего я не знаю у меня в в принципе все нормально я думал может быть у меня место потому что нет на ипэде там да было такое что когда он там не знаю заполнен памяти он начинает не очень хорошо работать нет у меня гигабайт слишком свободен на ипэде то есть так что я не знаю даже из-за чего он глючит но сейчас все с ним вроде как ок но вот такая восьмая прошивка я не знаю я не хочу обновиться на девятку я не буду обновляться это уже говорю по моему в предыдущем подкасте ну и вам не рекомендую то есть на 5s это вообще из-за ряда вон выходящий тоже там и на вообще на всех старых устройствах работать не очень то есть работа сейчас на 6s и 6s плюс хорошо ну наверно на ipad пробует хорошо работать ну и на ipad 2 ipad mini 4 может быть тоже хорошо будет работать тут 50 на 50 далее apple кстати мы идем к следующим новости apple выпустила а с 902 и а с 91 beta 3 на самом деле 902 поправляет некоторые баги там незначительные но скорость работы не улучшилась она основном закрывал что 902 она закрывает обход пароля в 90 и 901 если вы слышали как это можно сделать то в принципе ну как там это делается делается это знаете как это четыре раза выводите неправильно пароль и на четвертый именно раз нажимаете кнопку готовы зажимаете и сиди спрашиваете сколько у нее времени и потом переходите просто в программу часы а у из нее уже можете получить доступ к фотографиям контактам в общем неприятный такой баг но так знаете я если честно если не ошибаюсь так у apple уже каждые три года подряд тут когда выходит а когда выходила седьмая восьмая и уже девятая версия всегда находит какой-то буквально там не знаю хитрый обход этого пароля и вроде бы казалось у меня устройство с тача иди самое защищенное самого не знаю самое самое и тут такой баг просто вообще кстати этот баг существует и на предыдущих версиях прошивки то есть которые сейчас я вам сказал да на 841 можно тоже попасть в программу часы единственно что знаете за счет того что в девятой версии там была кнопка шаринга то есть за счет нее и попадали в настройки так сказать злоумышленники какие настройки то фотографии в контакте то в восьмерки и нет поэтому ну я допустим для себя просто отключил серии не парюсь вообще то есть когда у вас выключена серии принципе вообще никак этот баг не работает и его нельзя никак провернуть а так он работает на всех прошивках поэтому ребят я вам рекомендую либо выключить серии ну либо можно не париться в принципе потому что единственно куда смогут зайти злоумышленники это в часы но если у вас там тоже какая то есть важная информация не знаю может они по будильникам будут как-то ориентироваться вашим не знаю поэтому выключайте серии спите спокойно если тем более если вы не пользуетесь допустим к вопроса 9.1 beta 3 знаете многие говорят что там вроде как получше другие говорят что не лучше то есть но я считаю что это так всяк найти это будет паршивка приурочена к выходу айпэда про как-то так потому что в прошлом году 8.1 именно была тоже приурочена к выходу айпэда air 2 и айпэда mini 3 то есть на них она уже была по моему переустановлена сразу изначально более того я вот так думаю что джейлбрейк которым мы сейчас тоже поговорим давайте перейдем уже к джейлбрейку потому что больше ничего интересного не было даунгрейд больше не сделать и новые прошивки вышли ну сейчас будем постепенно так говорить переходить а джейлбрейки значит джейлбрейк мне кажется выйдет на 9.1 уже то есть на 902 903 допустим возможно я получу выпустить но мне кажется что джейл выйдет на 9.1 вот у меня есть такая четкая знаете позиция что скорее все это будет 9.1 потому что как в прошлом году первый джейл на айвэс 8 вышел именно на 8.1 и тут мне кажется будет что тоже на 9.1 выйдет джейл к вопросу о самом джейлбрейке я не знаю еще должен выйти джейл на 8.4.1 тут я кстати его очень жду активно ну не знаю хакер который занимался этим джейлбрейком я вот читаю в твиттере я кстати оставлю его никнейм в описании постараюсь оставить если я не забуду ну да если карасейный такой ну в общем то хакер который делает джейлбрейк что-то там приуныл совсем ну вроде как занимается джейлом но помню он писал о том что порсит его не торопить все в свое время так сказать возможно он выйдет он выпустит именно джейл для 8.4.1 тогда когда выйдет джейлбрейк для 9.1 скорее всего чтобы не было никаких конфликтов хотя он писал что те уязвимости которые он будет использовать для 8.4.1 эти уязвимости уже закрыты в 9 так что не знаю возможно выпустить это и раньше джейл то есть тут реально такая можно сказать субъективная позиция когда он выйдет но скорее всего выйдет точно в ближайшее время ребят ставить не ставить конечно решать вам но тут как-то как всяк я себе скорее всего может подставлю я еще сижу дома правда потому что но я не знаю как у вас почему я кстати на джейл не оставил на 8.4 джейл очень просто в принципе у меня на 8.4 были проблемы с джейлом в плане батарейки очень быстро у меня улетала батарейкой меня это просто не устраивает то есть я посидел подумал что мне важнее батарейка или джейл батарейка перевесила в принципе но не знаю сейчас перевесили батарейка батарейка конечно мне важнее чем джейл но не знаю посмотрим буду делать у меня в принципе то не горит я если выпустят на 8.4.1 я в любой момент смогу сделать джейл единственное знаете если что-то случится во время джейла то у меня устройство все придется его обновить на последнюю версию прошивки чего я искренне не хочу но придется если такое случится что еще можно поговорить о чем еще на этой неделе в сети попали фотографии 4 дюймового айфона 6s mini на самом деле я не знаю если вы видели эти фотки это просто корпус золотого цвета ой золотого цвета розового золота можно так это назвать надетый на 5s то есть это никакой не 6s там 8 прошивка даже то есть я не знаю ребят это причем это был лютый фейк если вы знаете на таких корпуса там прям видно что это корпус с алиэкспресса но не знаю это знаете больше степени просто китайцы решили поугарать и выложили типа 6s такой корпус уже еще летом что ли видал или весной даже то есть это какой-то бред далее что еще хотелось бы наверное отметить поговорим а стоит ли переходить вообще с 8 версии на девятку сейчас на данный момент а с 91 кстати быстрее чем 902 вроде большинство людей горит на это уже говорил но вообще я бы вам не рекомендовал пока что переходить если вам горит так сказать то можно конечно перейти но я бы рекомендовал вам все-таки подождать а либо вообще не обновляться потому что вот скажите мне допустим напишите в комментариях киллер фичу ios 9 без которого вы не можете жить я вот таких не знаю я знаю наверно одну это это очень субъективная киллер фича это то что можно блокировать рекламу в браузере сафари ну допустим я говорил что я перехожу на на хром а как не в хроме заблокировать рекламу а никак все тут это и тут сливается это киллер фича так сказать так что я не знаю напишите в комментариях вот без чего они вы не можете жить в ios 8 и это есть в ios 9 я вот таких примеров под назвал один это очень субъективный такой пример если вы допустим пользуетесь хромом оперы или другим до блокировка рекламы будет идти только в сафари но я пользовался сафари но сейчас что-то вроде как хотя сейчас сижу кстати на сайте на одном че на котором так смотрю новости через сафари как-то тогда далее еще хотелось бы наверное сказать о предыдущем подкасте а предыдущий подкаст что-то много дизлайков так собрал что конечно меня не очень повеселило но с другой стороны сейчас там 11 лайков что ли где-то так как-то так по моему минуту мы сейчас посмотрим все вместе с вами значит на предыдущем подкасте до 11 лайков и 6 дизлайков больно как-то многовато ребята я конечно просил ставить дизлайки лучше чем ничего но что-то я наверно собираю свои слова назад поэтому столько ставьте лайки лучше ставьте больше лайков как говорится чтобы выходило больше новых видео сегодня кстати я наверно подготовлю три видео возможно у меня есть одно киллер видео которое я собираюсь сделать четвертым но не знаю а вот сейчас я уже вещаю 22 минуты но в принципе что я еще хотел бы наверно рассказать все наверно больше нечего рассказывать что еще можно было бы сказать к вопросу о выходе видео там скорее всего я буду их выпускать все новые видеоролики в выходные потому что в будничные дни вообще нет времени то есть такой кратенький подкаст поговорили не очень много но в принципе да есть вот такое я просто подумал что лучше такие кратенькие возможно я буду кстати на середине недели если что-то будет интересно делать краткие подкасты их почаще потому что будет думаю интересно всем я думаю даже несмотря что предыдущий подкаст собрал довольно таки много дизлайков тут в принципе не знаю посмотрим как этот пойдет конечно меня немного разочаровало что-то не знаю когда первые минуты много дизлайков так собралось но потом лайки перевешивали в принципе сейчас 11 лайков я в принципе доволен всем спасибо кто слушает кстати подкаст несмотря на то что я оговариваюсь там или еще что-то как-то неправильно что-то рассказывал хотя в детстве когда я что-то неправильно рассказывал вам слушатели дорогие но опять же повторюсь что моя главная мечта сейчас это конечно попасть в топ айтюнса вообще залить подкаст в айтюнс есть такая идейка над ней надо будет поработать там знаете единственное что это очень такой большой геморрой это аренда сервера то есть это за ним считать платить за него то есть это действительно такой есть небольшой геморрой и тогда уже там заливать этот подкаст в айтюнс тут ну для меня конечно было бы круто если бы я даже был знаете на последних местах даже до самым последним да считай все равно я бы был в топе айтюнса и это было бы очень классно но думаю на этом все спасибо что вы слушали спасибо что слушали и смотрели не знаю я обычно думаю что как я знаю обычно вы открываете вкладку со мной и где-то я у вас там во вкладках или вы не знаю видео на ютюбе смотрите через айпад или айфон но опять же говорю когда приеду в приложении специально все равно будут на ютюбе выходить ролики и подкасты но тем не менее всем спасибо что вы слушали всем удачи всем пока ждите новых видео удачи сейчас и Продолжение следует...